Добрый день еще раз, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского радио и зрители канала АТВМ. Я с большим удовольствием в преддверии Дня города, мы уже начинаем к нему готовиться, все очень активно, приветствую нашего сегодняшнего гостя, глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев, сегодня в гостях в студии Русского радио, Андрей Хасанович, добрый день. Добрый день, Лейла, добрый день, друзья. Очень рада вас видеть сегодня, и я могу сказать, что когда лично я узнала девиз этого Дня города, я была очень счастлива, я не знаю, кто идейный вдохновитель, но надеюсь, что уже знают наши слушатели, Ставрополь, город счастливых людей, я с этого бы хотела начать. В день рождения принято итоги какие-то подводить, вот мне кажется, итог с названием «Город счастливых людей» очень приятный. Вот чем Ставрополь может гордиться за прошедшее время? Ну и вы, конечно, как глава администрации. Ну, если позволите, вначале откуда появился этот девиз, появился он не случайно. Хочу напомнить, что совершенно неожиданно для меня в марте или в начале апреля этого года были опубликованы итоги интернет-голосования по так называемому индексу счастья. То есть, может быть, для России это, ну, скажем так, несколько новое мероприятие, но для мирового сообщества это один из таких, скажем, основных рейтингов, по которым можно определить состояние социума в том или ином городе. И вот совершенно неожиданно для меня, я в интернете увидел результаты, что в нашей стране город Ставрополь оказался третьим после Москвы и Санкт-Петербурга. Честно скажу, очень обрадовался, потому что, ну, в какой-то мере я оцениваю, как все-таки результаты и своей личной работы, и работы всего городского комплекса, включая это предприятие города, речь идет не только о муниципалитете, речь идет о таком, знаете, о душевном состоянии всего города. И на самом деле мы стремились к тому, чтобы в городе было побольше позитива. Я хочу напомнить о тех конкурсах, опять-таки, российского масштаба социальной рекламы, которую мы проводили в городе, о том, что сегодня подают рекламные плоскости остановочных павильонов, о их городе все больше и больше появляются новые, где есть, так сказать, с этим форматы, и откуда, где можно увидеть и канун 8 марта женщины поздравления с 8 марта в необычной форме, а так в обычной будной ситуации, будничной ситуации, это улыбающиеся лица, которые не просто там улыбаются, там призывают, давайте там или город сделаем чище. В общем-то, я рад, что жители города, а просто шел среди жителей, отреагировали таким образом, хорошим, неожиданным образом. Говоря об итогах, ну, знаете, если буду вспоминать весь прошедший год, это разговор, наверное, не на один час и не на один день. Даже если коснуться вот одного сентября этого года, только сентябрь буквально насыщен очень важными мероприятиями, причем разнонаправленными мероприятиями. Ну, начнем с 1 сентября, что все-таки все школы открылись вовремя, открылись отремонтированными. 30 тысяч первоклассников, если я не ошибаюсь, в край пошли, в Ставрополь 4,5 тысячи, причем, я хочу сказать, это на 500 первоклассников больше, чем в прошлом году. Тут динамика очень серьезная, то есть 250 плюсом в прошлом году и плюс еще дополнительно 500 в этом году, это не может радовать. Это говорит о том, что город живет, раз детишек больше, да, город живет, в людях больше уверенности, и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне отсюда такой классный результат. Единственное, конечно, мы не успеваем, я говорю, мы, это городские власти, за развитием, части развития социальной инфраструктуры, так сказать, но и здесь есть еще, скажем так, серьезный задел, который мы реализуем и в этом году, но итоги которого мы увидим в следующем году. А задел этот, ну, не могу, как бы, не похвастаться и не сказать уверенно, да, о будущем, что нас ждет, это 4 детских сада, это то, что все на территории года, это 3 новые школы, сейчас в ближайшее время по 2 школам материалы будут размещены на аукционе, то есть начались уже, так сказать, все эти процедуры, это поликлиника на 720 посещений в юго-западном микрорайоне, и в конце концов, я считаю, вот, ну, просто эпохальное, что ли, событие для города Ставрополя, пока мы этого, может быть, не все понимаем, но я уже сегодня даю отчет, что начало процесса строительства громаднейшего спортивного комплекса в юго-западном микрорайоне, там, где участвовал и губернатор Старопольского края, и Голубев Валерий Александрович, заместитель и представитель управления «Газпром», это действительно очень важно, очень серьезное событие, я бы сказал, ничуть не преувеличиваю, для Ставрополя, вот, с его темпами развития социальной инфраструктуры, наверное, это событие века. Горожане ждут, как-то сейчас очень приятно осознавать, что спорт, здоровье выходят на первый план, поэтому спортивные сооружения – это как-то такое особое достижение, поэтому большое спасибо за физкультурно-здоровительный комплекс, который открылся в юго-западном районе, это тоже событие, мне кажется, сентября. Вы знаете, действительно, мы не открывали его с помпой, там, перерезанием ленточек и так далее, как-то так вот в городе мы уже привыкли, что открытие объектов, сдача в эксплуатацию, это стало одно обычным явлением, хочу напомнить, и в прошлом году детский садик в Октябрьском районе, мы просто запустили, поблагодарили строителей, были рады за родителей, за детишек, которые входят в этот детский сад. Очень красивый детский сад. Сегодня, да. Ну, может быть, чуть попомпезней получилось с Юсишкой, это детский сад, но почему попомпезней, потому что это абсолютно новый проект, это вопрос муниципального частного партнерства, который был реализован впервые в городе Ставрополь, а не только в городе, но и в регионе. Если не брать на масштабах страны, когда предприниматели, вот в рамках муниципального частного партнерства строили подобные объекты. Поэтому мы очень спокойно на прошлой неделе, в субботу, провели в новом физкультурно-оздоровительном комплексе соревнования. Вы знаете, я ловлю себя на мысли, может быть, два года назад это было бы там тоже пахальным событием, там с оркестрами, с помпами, просто его открыли. На самом деле этот комплекс, он, мне кажется, достаточно гармонично вписался там и в территорию, где находятся и жилые дома, он находится рядом с 29-й школой. Я думаю, что основными посетителями этого комплекса как раз таки будут и детвора с соседних домов и со школы. То есть мы приблизили. Но я все-таки, Лейла, позволю себе вернуться к тому, чему я говорил вначале. Очень мне эта тема нравится, на самом деле, этот громадный комплекс. Для того, чтобы представить масштабы комплекса, который был заложен губернатором и Голубевым, я скажу, что он будет располагаться на площади 35 гектар, чтобы понимали, о чем вообще идет речь. Это целый квартал, это не просто, скажем так, какой-то там спортзал или какой-то бассейн. Это мощнейшее сооружение со своей инфраструктурой, где мы без всякого преувеличения, без всякой натяжки можем проводить соревнования европейского уровня. То есть эти залы, которые там будут строиться, они предназначены для этого. Но это не исключает, что точно так же там не будут заниматься и горожане. Очень серьезное событие. Ну это и серьезная цель. И я думаю, что сейчас жители города в том числе будут следить за ходом, контролировать даже. Потому что все очень ждут. И как-то неоднократно тема-то поднималась, такого большого спортивного комплекса. Очень хотелось всем жителям. Будем надеяться. Ну, уверен, что не повторится, скажем так, судьба тех комплексов, которые обозначались раньше. Потому что все-таки «Газпром» — это очень серьезный инвестор. И те слова, которые говорятся, они не бросаются на ветер. И мы видим это по примеру других городов, где, например, Краснодар. Много можно назвать регионы, где реализовывались подобные программы. А в данном случае это действительно заслуга правительства в том, что такую программу удалось завести в город Ставрополь. И буквально вчера, насколько я знаю, чуть поменьше спортивный комплекс планируется строиться в городе Буденовске. Но с участием уже другого инвестора, если я не ошибаюсь, это «Лукоил». Хороший пример, в общем, заразительным оказался. Нет, вы знаете, это ведь, скажем так, не пример одного города. Вы просто обратите внимание, это становится системой мощнейшей инвестиции не только в город, но и в край очень серьезными инвесторами. Это то, чего нам так очень сильно не хватало. То есть мы горожане, руководители предприятий, наши учителя, наши медики, мы действительно, наши коммунальщики, которых мы поругиваем все вместе время от времени, стараемся делать наш город чище, то есть складываем и душу, и силы. Вот не было ни одного года, ну, по крайней мере, за время моей работы головой, чтобы у нас там не появился либо фонтан, либо сквер, который, в общем-то, строился руками предпринимателей. То есть в этом году это будет аллея на Кулакова, уже в стадии окончания. Ну, мне нравится, как, в общем-то, один из серьезных предпринимателей города. Назову, Андрей Дмитриевич Зайцев. Его же руками фонтан сделан в городе на крепостной горе. Спасибо ему большое. Но он, кстати, не единственный. Точно так же аллея была заложена и к строю инвестам на улице Рогожникова. Мы действительно все стараемся, да, то есть всем городом. Но, конечно, наших сил вот на такие мощные проекты не хватает. И вот то, что новое, это свежая, знаете, хотел сказать, струя. Да не струя, мощнейший поток, который сегодня появился, поток инвестиций, поток внимания, доброго внимания к городу и Старопольского края. Он все-таки серьезно обнадеживает и делает действительно наше будущее понимаемым, вот в хорошем смысле этого слова. Тем более, что в этих объектах будут заниматься, или на этих объектах будут заниматься наши дети, наши внуки. Да и мы сами, наверное, да, мы уж не так стары, чтобы там мячик в корзину баскетбольную бросить. Наверное, еще попаду. Но я хочу сказать, что жители города тоже очень стараются повлиять на то, чтобы мы были все вместе еще более счастливыми. И я, кстати, вот о жителях хочу сказать. Есть же, да, продолжается этот конкурс, безымянный бульвар. И насколько безымянный проспект, которому нужно дать имя? Люди стараются, подыскивают какие-то. Расскажите, как там ситуация, когда мы узнаем название нового проспекта? Буквально вчера я просматривал материалы, масса предложений, и проспект Петра Великого, и проспект Креста. И были такие предложения, они существуют сегодня, назвать проспект имени Владимира Владимировича Путина. Очень много предложений. Мы решили как бы сроки конкурса продлить до 1 октября. Коль такое внимание, да, и поток не ослабевает, это чувствуется, да, когда внимание падает, предложений меньше, а их меньше не становится на самом деле. И мне кажется, что вот такое внимание, наверное, наших жителей говорит все-таки о надежде решения тех застарелых, там не одного года ведь проблемы, там пробок, да, и вот юго-западного района, который некоторое время тому назад как-то неудачно у нас начал складываться, как-то так кривовато, да, но выпрямляем ведь, да, то есть детские сады появляются. И, кстати, вот я говорил, школы, детские сады, большинство из них будет в юго-западном. В самом густонаселенном в районе нашем. Да, подавляющее большинство. Поэтому мы ситуацию выпрямляем. А вот что касается автомобильных магистралей, дорожной инфраструктуры, конечно, тут мы подотстали. И то, что такой проект сегодня верстается, то есть идет проектирование этой дороги, то есть сегодня видно как минимум два источника финансирования этого проекта. И то, что строительство начнется в следующем году, уже абсолютно понятно и абсолютно очевидно. И вы знаете, что меня лично радует, коль жители так активны в этом конкурсе, они верят в это, что действительно появится этот проект. И я очень благодарен нашим горожанам за такую моральную поддержку, которая сегодня оказывается властям. Потому что когда в тебя верят, знаете, как-то попроще работать и больше получается на самом деле. Ну и самое главное, люди хотят как-то повлиять, тоже поучаствовать в жизни города. Это ведь тоже так приятно. А представьте, как будет приятно тому человеку, который предложил какое-то название, и его выберут. Это же потом можно рассказывать детям, внукам. Это же какая-то такая особая честь. Ну да, фактически его имя войдет в историю. Да, в историю города как минимум. Так и есть. Сентябрь для горожан, для жителей Ставрополя, все равно, как ни крути, понятные первые сентября и какие-то другие события и даты. Все равно это прежде всего день города. И готовятся активно все. Мне кажется, что это такой любимый многими праздник в этом году. Тем более такой девиз красивый. Вот вы лично какие посоветуете мероприятия посетить? Что вот видеть в этом году такого значимого вне города? Вы знаете, в какой-то мере мы не стали отходить от традиционной формы, та, которая нравится горожанам. То есть 10 часов мероприятие у нас стартует на аллее почетных граждан, где будут озвучены, в принципе, уже сегодня известные фамилии почетных граждан, где будут чествоваться горожане, которые будут награждены медалью за усердие и полезность. Такое решение пока еще не принято. Мы все вместе думаем, так сказать, есть у нас и городской общественный совет, который принимает в этом участие. Ну а дальше это массовые мероприятия по всему городу. Это в микрорайонах. Документационный момент – это площадь Ленина, это Александровская площадь, это Крепостная гора, это площадь 200-летия, это Парк Победы, это Парк Центральный, это театрализованные представления, это и спортивные соревнования, и прыжки с парашютами, это воздушные шары. То есть на самом деле мы постарались так, чтобы, да, безусловно, концерт вечером и фейерверк. Сейчас не хочу озвучивать, кто будет возднем программы в вечернем концерте. Давайте хоть что-то сохраним. Маленькая тайна. Да, сохраним в тайне такой, пусть появится маленькая интрижка. Ну, в общем-то, достаточно разнообразная программа, поэтому каких-то определенных советов я не могу дать. Весь город будет праздновать, отмечать, и я надеюсь, с хорошим, я уверен, что с хорошим настроением. Главное, чтобы с погодой нам повезло, очень хочется на это надеяться, потому что большинство мероприятий, естественно, на открытом воздухе, как всегда, действительно, по всему городу. Я также могу сказать, поскольку я видела краем глаза план мероприятия, это не один день, кстати, не только 27-го числа, это накануне тоже много событий, открытие каких-то памятных еще мест. В числе приглашенных на День города и наш уважаемый владыка Кирилл, я надеюсь, он поможет нам с этим, с погодой, со всем остальным. Ну да, будем, говорят, если все вместе чего-то хотеть, обязательно исполнится. Горожане, надеются, и ждут. Я надеюсь, что действительно с погодой нам повезет. Ну и, конечно же, мы все ждем, что вы поздравите всех нас с наступающим Днем города. Уже сейчас? Да, конечно, мы уже как-то готовимся, мы ждем этого. Я думаю, можно начинать уже поздравлять. Друзья, я думаю, действительно, что... Кульминационный момент, может, наступит там в 20-х числах. Нам, кстати, Лейла, надо еще одно очень важное событие. Не то, что там пережить, да, пережить такое пассивное событие, а пройти так. Пройти у нас мощнейшее такое политическое событие. Это выборы губернатора Ставропольского края. Вот мы говорим о будущем, на самом деле, это во многом наше будущее наших детей будет сделано от того выбора, который сделают наши горожаны 14 сентября. Поэтому, позвольте, вначале я хотел бы пригласить всех горожан, поучаствовать, занять активную гражданскую позицию. Где-то поддержать в тех позитивных процессах, которые сегодня проходят. Ну и прийти на выборы с хорошим настроением. Город всегда был активен в этом плане. Всегда делал достаточно правильный политический ход. И я не сомневаюсь, что и 14 сентября ситуация служится у нас достаточно понимаемой. Но при активном участии горожан. И действительно, после выборов мы сразу же переходим в кульминационную стадию празднования Дня города. Мы увидим и читы, и сети-форматы. Все то, что обозначит такое приближение, достаточно быстрое приближение Дня города. День города всегда был семейным праздником, причем праздником трудовых династий, семейных праздников, спортивных династий. У нас очень много, скажем так, семей, которые показали, все члены, которые показали себя серьезными спортивными достижениями. Я думаю, в этом плане город не поменяется. Хотелось, чтобы люди действительно ко дню своего рождения, это день рождения каждого из нас, они пришли в таком добром здравии, во-первых. Ну и чтобы вот девиз Дня города, это город счастливых людей, он соответствовал той общей атмосфере, которая будет присутствовать не только в День города, 27 сентября, но и все последующие наши счастливые годы. Да, я могу сказать, что более подробную информацию, кстати, о праздновании Дня города, о том, как жители города могут поучаствовать в этом событии, вы можете узнать, слушая нашу радиостанцию в том числе. Более того, мы тоже постарались как-то свою лепту внести, и я могу сказать, что если по каким-то причинам кто-то из жителей города не сможет выйти на улицу в этот день, ну, причины могут быть разные, можно будет прямую трансляцию смотреть на канале АТВ. Я, кстати, тоже чуточку этим горжусь, потому что, ну, разные причины бывают, и многие не могут посмотреть своими глазами, лично поприсутствовать, так что... Белла, вы гордитесь, а мы вам благодарны за то, что вы предоставили такую возможность. Спасибо. Спасибо вам еще раз большое за то, что вы сегодня пришли. Я вас тоже хочу поздравить с наступающим Днем города, кстати. Спасибо большое. Зовите. Обязательно. Готов прийти и не один раз. Обязательно, обязательно. И я могу от лица, наверное, всех жителей города Ставрополя сказать, что мы тоже очень гордимся тем, что мы на третьем месте по уровню своего счастья, и тоже будем прикладывать все усилия, чтобы выйти на первое место. Но мы еще на первом месте по озеленению благоустройства в России. Ну, тут вот с этим даже... Тут этому я не удивляюсь даже. Это я оставил для следующей нашей встречи. Это будет тема следующего разговора, да. Спасибо большое. Напомню, сегодня в гостях в студии Русского радио был глава администрации города Ставрополя Андрей Джадоев. Надеюсь, не в последний раз. Удачи. Удачи. Хорошего дня. Спасибо вам большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова